Итак, шаг первый. Поиск идеи, который включает не только поиск идеи, но и оценку возможностей автора и предполагаемый результат. Автор разрабатывает курс. Называется он вот так. Новые решения ХАКС в обучении с помощью обычных инструментов. Вы уже видели вебинар на эту тему, поэтому я не буду рассказывать назначение курса. Автор предполагает достичь указанные цели, их две, формирование навыков идентификации слабых мест в своей профессиональной деятельности и поиск способов их преодоления ХАКС на основе онлайн технологий. На основе вот такой игры. Называется игра-гонка. Вот такая гипотеза. Вот она здесь сформулирована. Следующим образом, каждый участник этой игры становится всадником, который должен быть постоянно в форме и не отставать от других. Вот они скачут до цели, до финала. В финале ждет приз. Вот и весь замысел. Какие есть у автора возможности? Анализ возможностей. У автора данного учебного модуля имеется система Moodle. Вы видите сейчас ее на экране. Что это означает? Это означает, что автор, вот уже мы видим, умеет создавать элемент под названием текстовые пояснения, с включением картинки. Автор имеет понятие, что такое форум. Он может его переименовать. Элемент под названием диалог, который он назвал его индивидуальная консультация и так далее. Пояснения, ссылки. В этих разделах может создавать такие элементы, как страницы, гиперссылки, размещение графических элементов, вставку в видео. Вот такие действия может создавать. В том числе, вот такой элемент с условным доступом, когда доступ имеют не все участники, а участники только одной определенной группы. На основе игры гонки каждый скачет на своей лошади. Насколько этот замысел интересен и будет соответствовать цели, судить вам. Сейчас вы в роли обучаемых. Этот замысел предполагает выполнение чтений вот таких объявлений, выполнение определенных заданий. Тут задание вот такое, что нужно провести собственный анализ моих практик и разместить их в этом форуме. То есть это открытая информация друг к другу для участников. Где здесь реализуется эта игра? Смотрите сами. На третьем шаге, под названием «Способы ХАКС», речь идет о том, что всегда есть способ, можно преодолеть какое-то препятствие. И для этого нужно ответить на вопросы анкеты и проанализировать ее. То есть в этом замысле что-то мы недоделываем. Ваша задача понять, что именно. Ну и с финишем тут все понятно. Просто выдача сертификата, если что-то достигнуто и анкета, которая позволяет понять, достиг обучаемый то, чего хотел или не достиг, он видит в этой анкете. Решение, решение. Ну в принципе вы его увидели, как и реализацию подготовлено решение, что вот это все, что продумывалось в форме замысла, оно выполнено практически. Вот мы все это в решении здесь видим. Итак, вы увидели решение, анализ исходной ситуации. Ваша задача оценить, насколько вот это решение и сама игра соответствуют целям этого курса. Сформировать навыки идентификации. Зайдите по этой ссылке, посмотрите сами и сформулируйте то, что здесь есть ценного, а что здесь не хватает. Это и есть ваша практика. Ваши выводы и рекомендации будут исполнены в этом курсе. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok